Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. Ну что, Лена выпустила видео, в котором она нам рассказала о достоинствах Селимки и о том, что он для нее мужчина номер один по всем параметрам, о них мы поговорим позже, и она для Селимки тоже номер один. То есть Селимка провозгласил Лену любимой женой, а их у него, как выясняется, много. И тем самым Лена сама противоречит себе, потому что в свое время, не так давно, в Турции она записывала видео и говорила нам, что у Селимки других баушек нет. Оказывается, они были, есть и будут, и их очень много, имя им легион, но Лена остается номер один. В общем, в своих откровениях Леночка призналась нам, что с Селимкой ее прежде всего объединяет кекс, любовь к кексу. Они оба очень это дело уважают, и Леночка даже намекнула, что, скорее всего, она сексом любит заниматься даже больше, чем Селимка. Кроме того, сравнивая Селимку со всеми теми многочисленными мужчинами, которые были у Лены, включая Вильяма, Селимка выигрывает по всем параметрам. У него там, оказывается, еще ого-го, и даже знойному жаркому кубинцу такое и не снилось. Ну что ж, мы лишь можем порадоваться за то, что Лене на склоне лет привалило такое вот счастье. Счастье, давайте честно скажем, сомнительное в том плане, что это не всем нужно в таком же возрасте, да и не в таком возрасте немногим это нужно. А вот Лене это нужно, и ей это привалило, значит, мы должны за нее порадоваться. Кроме того, Лена подчеркнула, что вот эта вот застоявшаяся спокойная жизнь, без каких-то событий, а главное, без знойных отношений мужчина-женщина, это вообще не для нее. Это не соответствует ее натуре, ее характеру, ей нужны страсти в плане мужчина-женщина, и эти страсти смог обеспечить ей ее номер один Селимка, непревзойденный Селимка. Понятно, что это был камень в огород родни, который вот как раз-таки ассоциируется у Лены вот с таким застоявшимся болотом, где ничего не происходит, несмотря на стабильность и спокойствие. Лену это мало интересует, и достаток и спокойствие она спокойно променяет на жаркие ночи в объятиях молодого любовника. Ну что ж, имеет право. Конечно же, Лена потратила какое-то время на то, чтобы оправдать Селимку, которого многие ее подписчицы обвиняют в том, что он Альфонс и Джигала. По словам Лены, он не может быть Альфонсом просто потому, что это против его природы, против его характера. Он не такой. Его это не интересует. И что самое смешное, это то, что он привел, ну просто железный, на мой взгляд, аргумент, сказав ей, «Ну неужели ты не чувствуешь, когда ты находишься в моих объятиях, когда мы лежим в постели, что я люблю тебя? Неужели ты не чувствуешь, что в моих чувствах к тебе нет фальши?» И Лена, конечно же, согласилась. Да, она это прочувствовала, она чувствует, что он любит ее. Мне это напомнило похожую историю с одной моей знакомой. Я лишь чуть-чуть упомяну. Я знаю, что многим не нравится, когда я сделаю вставки из личного опыта. Но, тем не менее, у меня была одна знакомая, она и есть, но мы сейчас с ней мало общаемся. Так вот, у нее был такой же приблизительно роман с мужчиной чуть помоложе, но по всем параметрам женатик. И я ей так и сказал. Говорю, слушай, что-то это. И она начала его типа терзать, теребить, теребить. «Ты уверен, что ты разведен? Ты уверен, что ты разведен?» И он ей сказал вот такую коронную фразу. «Ты сейчас находишься в моих объятиях, в этой постели. Не это ли самое главное?» И в конце концов он исчез в ее жизни, ничего не объяснив. Хотя перед этим он намекнул, что все-таки ему будет сложно развестись, потому как у них огромный дом и трое детей. И если он пойдет на развод, то все достанется жене, и в любом случае их отношения прервутся. А сейчас он может спокойно с ней встречаться, потому что жена там с детьми, и он потом к ним возвращается. Ну, вернемся к Селимке и к Лене, к главным нашим персонажам, и к тому, что Лена, значит, всеми правдами и неправдами выгораживает своего героя-любовника, защищает его, оправдывает его, настаивая на том, что тот ни в коем разе, ни в коем случае не может быть Альфонсом. Еще и потому, что Лена сама настаивает на том, чтобы оплачивать то или это, в частности такси. И в этом плане я, конечно же, с Леной соглашаюсь. Я считаю, что действительно Лена должна платить неустойку. Когда ты как снег на голову посреди рабочей недели, там посреди рабочего месяца, сваливаешься на человека, которому надо пахать, и он не может взять отпуск, естественно, человек, свалившийся на голову, должен возместить простое. Иначе у него не будет заработка. Это, кстати, и коучи по дейтингу этому учат, в частности Галина Смит, когда своим, значит, послушницам она говорит, что вот вы когда едете, допустим, на встречу с иностранцем, оставляете на неделю работу, берете, то есть за свой счет, допустим, выходные, да, то вы говорите мужчине и настаиваете на том, чтобы он вам оплатил эти дни. В частности, взлетная полоса так делала, когда она отправилась в Австралию, да, пока она не работала, жила в Австралии со своим кандидатом, то тот высылал деньги сыну, папе и содержал их, потому что она сама не могла в это время работать и содержать свою семью, как она раньше это делала. Так вот, естественно, и Лена, свалившись на голову молодому мальчику, которому нужно работать и содержать свою маму, это основная задача парня до 40 лет, если он не женится до этого возраста, да, то, естественно, Лена должна возмещать эти убытки и взять на себя содержание мамы. Селима это, по крайней мере, то малое, что она может сделать, чтобы как бы хоть как-то оправдать себя в глазах этой самой мамы. Тем более для Лены это копейки. В этом же последнем видео Лена заявила, что она зарабатывает очень хорошо и очень много, а если Родни продаст трак, и она пойдет и возьмет в лист другой трак, то она будет зарабатывать еще больше. То есть в материальном плане у Лены, в принципе, все хорошо. При учете того, что она ведь не платит квартплату, я так понимаю, что квартплату у Родни она не платит, а это все-таки самая большая статья расхода всегда, когда вы живете на съемном жилье, у вас самая большая статья расхода, вот именно квартплата. И поэтому очень сложно откладывать и копить какие-то большие суммы денег, когда вы выкидываете в окно там полторы-две тысячи долларов в месяц. Но я понимаю, что у Лены такого расхода нет, поэтому все, что она зарабатывает на траке, на бусиках, на ютюбе, она откладывает с тем, чтобы потом поехать и развлечься по полной программе. Лена нам ставит в упрек тот факт, что мы критикуем ее за то, что она спускает так быстро деньги и, мол, говорит нам, что она же зарабатывает и имеет право, значит, расслабиться. Тут я хочу, конечно, возразить Лене и сказать, что если мы и как бы возмущаемся, и не понимаем, зачем так быстро спускать деньги, не успев их заработать после первой же поездки, после первого же рейса, то это не потому, что мы пытаемся залезть к Лене в карман и указывать ей, как их тратить. Мы в недоумении из-за того, что Лена, если это действительно такие хорошие деньги, как она говорит, не откладывает на собственное жилье, ведь у нее нет этого жилья. Ну, по крайней мере, в моем представлении самое страшное, что может приключиться с человеком, это то, что у него на старости лет нет своего угла. Я именно говорю угла, ну, практически в прямом смысле этого слова. То есть это не обязательно какие-то там особняки, какие-то огромные квартиры там или еще что-то, а просто какая-нибудь клетушка, комнатушка. Ну, я уж не знаю, что-то, но что-то, что записано на ваше имя. И это ваш угол, ваша крыша над головой. И вы знаете, что что бы ни случилось, вы всегда можете туда пойти и ни от кого не зависеть, ни от каких родней, и вообще никто вам не указ. Потому как Селимка-то может пойти вернуться к маме. Мама все-таки у нас одна. А вы куда пойдете на старости лет, неизвестно. Ну, может быть, к сыну, не знаю. Ну, что-то у меня не сложилось такое впечатление, что там прям с распростертыми объятиями ждали тоже Леночку. Тем более Лена заскучает у сына. Лене это не подойдет. Лена же сказала в этом видео, что до гробовой доски ее будет интересовать только одно кекс. Пока она жива, пока она не испустила последний вздох, она будет только думать об одном. Кекс, кекс, кекс. Ну, и на фоне вот таких откровений Лена, конечно, не удержалась и заговорила о теле. Во-первых, о своем теле, показав нам, значит, то, какая бархатная, шелковистая у нее у самой кожи, какая она мягкая на ощупь, ее животик такой мягкий, в который проваливаются пальчики Ленина же. И в то же время она сказала, что и тело Селимки, просто тело молодого бога. И несмотря на то, что многие указывают на то, что у него растет животик, и становится этот животик все больше и больше, видимо, на казенных харчах, оплаченных Леной, Лена говорит, что этот животик она практически не замечает, а наоборот, она может часами лежать и лобызать, целовать этот животик. Вот я представил себе живо эту картину. Селимка, отпахавший смену, пришел и завалился, захрапел. И Лена, пока Селимка спит, украдкой целует ему часами животик. Ну, это, наверное, тоже в какой-то степени можно назвать кексом. Тоже своего рода форма кекса, да, петинг своего рода. В общем, подводя итоги по этому откровенному видео от Лены Хэппи, мы уяснили для себя следующее. Первое – это то, что Лена остается для Селимки номером один на фоне многочисленных бабушек, которые принимают активное участие в жизни молодого человека. Второе – это то, что и для Лены Селимка остается номером один, превзойдя своими достоинствами всех многочисленных мужей и любовников, которые были в жизни Лены Хэппи. Третье – Лена торжественно пообещала, что она отойдет на второй план и даст дорогу молодым, когда Селимке захочется жениться, завести детей и жить нормальной жизнью. Ну, а пока этого не произошло, Лена будет продолжать работать ударными темпами, откладывать деньги с тем, чтобы потом поехать и потратить их вместе с Селимкой на турецком берегу. Ну, а мы с вами и впредь будем продолжать следить за развитием событий в жизни Лены Хэппи, в жизни нашей синей птицы. Единственное, мне, конечно, хочется верить, что рано или поздно Лена будет поднимать и другие темы на своем канале, потому что это уже становится какой-то заезженной пластинкой, этот Селимка, кекс с Селимкой, причиндалы с Селимкой. Что будет следующее? Что нас еще ждет? Какие еще откровения? Мне уже даже страшно представить. Ну, а вам я желаю всего самого наилучшего. Кто не подписался, подписывайтесь на мой скромный канал. И с удовольствием я, конечно же, читаю все ваши комментарии. До новых встреч. Пока-пока.